Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой второй эфир и он будет посвящен более глубоким деталям, которые я предварительно озвучил в эфире днём. Итак, я сегодня озвучил, что год нахождения у власти режима Нурсултана Назарбаева, а именно в большей степени это касается Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, обходится в стране сумме свыше 30 миллиардов долларов США. То есть ежегодно просто так из страны воруются свыше 30 миллиардов долларов США. И этот размер денег, он не фантастический. На самом деле ущерб от того, что именно эта преступная группа находится у власти, понятно, многократно больше. То есть эти деньги, если бы они инвестировали в страну, то буквально за 5-6 лет Казахстан бы стал бы совершенно другой и более сильной и более развитой страной. Многие из вас, конечно, недоумевают и может даже не понимают, что такое 30 миллиардов долларов США. Я вам так скажу, что сейчас текущий бюджет страны, республиканский, около 30 миллиардов долларов. Ну в разные последние несколько лет от 25, 28, 29, ну около 30 миллиардов долларов США. То есть крадутся денежные средства в размере годового бюджета страны. Вдумайтесь, в размере годового республиканского бюджета страны. Многим кажется это фантастика. То есть представьте все ресурсы страны, республиканского бюджета, которые тратятся на поддержание обороноспособности страны, на поддержание государственного абората, на здравоохранение, медицину, образование и все-все-все прочее составляет около 30 миллиардов долларов. Я говорю именно о республиканском бюджете. И такие же деньги крадутся на султану Назарбаеву и его окружении. Механизмов много, но я сейчас приведу наиболее учебные, наиболее учебные, зримые, которые вам тоже будут понятны, которые вы можете легко прибавить и убедиться в том, что я говорю абсолютно точные вещи. Я уверен, что не найдется ни один серьезный экономист в нашей стране, именно ведущий экономист, ни провластный, который в состоянии оспорить мои утверждения. Итак, я не буду углубляться прям в какие-то детали, я приведу факты, которые вы можете легко сами высчитать, заглянув в интернет, использовать в Google, использовать официальные статистические данные нашей страны, которые являются открытыми. Их может прочитать любой человек, который умеет пользоваться интернетом. Давайте начнем с простого. Вы должны знать, что в нашей стране по официальным данным работает, или люди, которые имеют работу, около 8,5 миллионов человек. На самом деле мы понимаем, что эта цифра раздутая, придуманные всякие есть самозанятые и все прочее. Официальная статистика говорит, что якобы безработных всего лишь чуть более 4,5%, буквально несколько сот тысяч человек, на самом деле это не так. Но давайте оперировать официальными данными. Итак, у нас около 8,5-9 миллионов людей, которые имеют работу. И из них значительная часть это государственный сектор, бюджетные работники и все прочее. Я все это отодвигаю в сторону и беру всего лишь предприятия, которые относятся к сырьевой отрасли. Что это за предприятие? Это нефтегазовый сектор, это горно-металлургический комплекс и это горно-добывающие предприятия. Горно-добывающие это угольные, различные руды и все прочее. Горно-металлургические это такие предприятия, например, как Казахмыс, Медная группа, Кармит Комбинат, сейчас Арселор Миттал. Ну и различные предприятия, которые производят ферросплавные соединения, которые находятся в Ахтубе. Есть предприятия, это группа так называемая Евразийская группа во главе Машкевич, Ибрагимова, Шадиева. Это на самом деле все предприятия Нурсултана Азарбаева, цинковые предприятия. Я беру только вот этот сегмент. Так вот, если брать нефтегазовый сектор, там, например, только в компании, государственной компании Казмунайгаз работает около 100 тысяч человек. При этом Казмунайгаз не является лидером именно в добыче и переработке нефти. Основную нефть в нашей стране производит компания, совместная компания Тингис Шевройл. Из общего объема добычи нефти чуть больше 90 миллион тонн, 39 миллион тонн добывает предприятие, находящее именно в Атравской области. Так вот, я для чего эти цифры привел, чтобы вы понимали, что я оперирую реальными цифрами. Можно зайти в отчетность этих всех предприятий. Они открытые, публичные. И когда я говорю, что только одно предприятие Казмунайгаз имеет численность порядка 100 тысяч человек, вы, наверное, понимаете, что в нефтегазовой отрасли работает как минимум несколько сот тысяч человек. Соответственно, во всех остальных предприятиях сырьевых и горно-металлургических, типа Кормет, Казахмыс, ферросплавные предприятия, разные угольные предприятия, золотодобывающие и так далее, суммально работает не менее 1 миллиона человек. Это я беру очень консервативные и, скажем так, несколько заниженные цифры. Но я их делаю специально, чтобы вы легко могли на пальцах посчитать, что откуда Назарбаев со своим близким окружением умудряется красть сумму свыше 30 миллиардов долларов США. Вдумайтесь, в размере республиканского бюджета страны. Итак, я вам даю следующую цифру, которой вы можете тоже зайти в интернет и убедиться в том, что я говорю абсолютно правильные слова. Известно, что в нефтегазовой отрасли в мире, в Америке, в Австралии, в Канаде, в каких-то северных странах, типа Норвегии и так далее, средняя заработная плата работников нефтегазовой отрасли составляет не менее 10 тысяч долларов в месяц, а в реальности больше. Не менее 10 тысяч долларов в месяц, вдумайтесь. При этом вы должны знать, что наша нефть продается на мировые рынки, торгуется по мировым ценам, то есть мы получаем столько же валюты за свой товар, сколько получают нефтяники в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канады или Норвегии. Те же самые деньги к нам поступают, потому что наш товар продается по мировым ценам. Не верьте никому, когда кто-то скажет, что наша нефть плохая, себестоимость высокая, не верьте. Потому что себестоимость добычи нефти у нас значительно ниже среднего, ниже среднего по миру. Более того, у нас очень низкая себестоимость нефти в нашей стране, относительно тех стран, которые платят своим работникам в среднем в нефтегазовой отрасли 10 тысяч долларов в месяц. Сколько же зарабатывают наши нефтяники? Я уверен, что сейчас меня слушают еще нефтяники нашей страны. Так вот, я вам скажу, козлорденские нефтяники получают 100-120 тысяч тенге. Редко кто получает по кругу в среднем 150 тысяч тенге. Когда я произношу такие цифры, мне сразу звонят из Мангистау, говорят, я получаю 90 тысяч. Поэтому вы понимаете, что когда я назову среднюю цифру в нефтяной отрасли 500 долларов, я не сильно ошибусь. Я еще более того завышу. То есть реальная зарплата, если в мире нефтяники получают порядка 20 тысяч долларов, наши нефтяники в среднем даже 500 долларов не получают. То есть заработная плата наших нефтяников минимум в 20 раз ниже, чем у их коллег в мире. Тогда возникает вопрос, а где деньги? Куда одевается разница? Это двадцатикратная. Я уже много раз в своих выступлениях говорил, что эта разница попадает в карманы тех, кто контролирует и владеет предприятием, независимо от формы собственности. Если вы думаете, что государственная компания Казмуная Газ платит людям 500 долларов, а вот эти двадцатикратная разница попадает в бюджет страны, вы глубоко ошибаетесь. Потому что наши нефтегазовые компании, они опутаны долгами, у них все время какие-то провальные проекты, реально там крадутся миллиарды, наносятся убытки государству. И эти деньги, по сути дела, когда наносятся убытки, они чьи-то карманы утекают. В чьи, зададите вы, в карманы Нурсултана Назарбаева, который построил кучу разных схем, по главе со своим зятем Тимуром Кулебаем, известно, что все продажи, основные продажи государственных компаний, государственных нефтегазовых компаний, идут через подставные структуры Тимура Кулебаева и миллиарды долларов крадутся и выводятся за рубеж. Вот представьте, я вам дал ответ, что куда деваются деньги, они уходят в карманы Нурсултана Назарбаева. Все те, кто работает в нефтегазовой отрасли, прекрасно знают, каким образом крадутся деньги именно через эти нефтегазовые компании. Вставляются искусственные подрядчики, которые через строительные работы, другие монтажные работы раздувают счета и тоже через эти компании крадут сотни-сотни миллионов долларов. Я приведу следующие цифры. Возьмем предприятие, например, медной отрасли. Компания, группа компании «Казахмыс», она все время меняет название, котировалась на лондонской бирже и чистая годовая прибыль за выплаты всех налогов была отражалась, показывалась на уровне около полутора миллиардов долларов в год. Но вся продукция, обратите внимание, тоже почти 100% продается на экспорт. То есть за эту продукцию наш производитель, группа компании «Казахмыс», предприятие, которое находится в Балхаше, Джисказгане, Садпаево и так далее, они, работники, работающие на этих предприятиях, получают 100 тысяч тенге, 60 тысяч тенге, может быть кто-то из 150, ну то есть одним словом, порядка 300 долларов США. На аналогичных предприятиях мира стартовая заработная плата начинается от 3000 долларов в месяц. Вдумайтесь, если наши работники получают порядка в среднем 300 долларов, 100 тысяч тенге, там чуть больше, то на аналогичных предприятиях мира заработная плата начинается в среднем от 3000 долларов. То есть там 25 долларов в час платят водителю, охраннику, даже тем, кто прямо не работает на самом производстве. То есть это свыше 3000 долларов в месяц. И вот представьте себе, что эти предприятия платят своим работникам такие деньги и еще зарабатывают отдельно предприятию серьезные сотни миллионов долларов прибыли. Акционеры получают хорошие дивиденды с деятельностью этих компаний. А что же получается у нас? Целые города, целые районы работают на группу компаний «Казахмыс». За бесценок отдаются месторождения в эксплуатацию. Более того, я хочу вам сказать, что группа компаний «Казахмыс» фактически получает бюджетные субсидии из республиканского бюджета. В 2013 году эта группа компаний получила около 3 миллиардов долларов бюджетных субсидий из республиканского бюджета. Вдумайтесь, частное предприятие получило в 2013 году различных субсидий порядка 3 миллиардов долларов США. Помимо всего, это предприятие, считающее монополистом, получающее огромные прибыли, входящее в десятку крупнейших предприятий мира именно в области добычи меди, получает субсидии от правительства Казахстана. Почему? Потому что это предприятие Нурсултана Назарбаева, а существующий якобы владелец Владимир Ким, он подставной. Вот я вам просто привожу пример медной отрасли, теперь я вам приведу пример такие предприятия, как черная металлургия. То же самое. Инженер, который вот вчера закончил институт, свою заработную плату начинает свою деятельность от 5 тысяч долларов. Вдумайтесь, вот человек закончил институт, начинает ему платить от 5 тысяч долларов. И зарплата работников этого предприятия меньше 3 тысяч долларов в принципе не может быть. Сколько же получают наши работники на этом предприятии? Правильно, они тоже получают 100-150 тысяч тенге, те же самые 300 долларов. То есть, десятикратно меньше платится, чем на аналогичных предприятиях мира. На аналогичных абсолютно. Одним словом, если вы возьмете все предприятия, которые я озвучил, Касынг, Казахмыс, группа Евразийская, которые производят ферросплавы, алюминий и все прочее, они все платят минимум в 10 раз меньше, чем на аналогичных предприятиях мира. При этом являясь лидерами в своих отраслях, как ферросплавная группа, вторая в мире, так и медная группа, восьмая в мире. Каждое из перечисленных предприятий входит в десятку крупнейших предприятий мира по своему направлению. Таким образом, мы можем сказать, что в нефтегазовом секторе, в горной отрасли, в горно-металлургическом комплексе у нас работают работники. И получают заработную плату в 10-20 раз меньше, чем в мире. В 10-20 раз. Поэтому мы говорим, что когда правительство демократического выбора Казахстана возглавит правительство и будет сменен действующий режим на султана Назарбаева, наши первые шаги будут включать то, что мы примем специальные законы, которые обяжут эти предприятия в среднем платить работникам не менее 1500 долларов в месяц. В среднем. Минимум. А в реальности наши люди должны зарабатывать так же, как и на аналогичных предприятиях мира. Вот теперь возьмем простую цифру. Возьмем миллион человек. Минимум 1000 долларов это предприятие не заплачивает. Не заплачет, потому что собственником этих предприятий является Нурсултан Назарбаев со своими партнерами. Миллион человек умножим на 1000 долларов. Получаем миллиард долларов. Значит, как минимум миллиард долларов в месяц эти деньги уводятся у нашей страны. Они похищаются группой предприятий, о которых я говорю. Всего лишь части. У нас свыше 8 миллионов работающих, а я беру только 1 миллион. И получается, что в этой отрасли минимум 1 миллиард долларов просто прямо крадется через заниженные заработные платы. Миллиард долларов умножаем на 12, значит вы просто на вскидку получаете 12 миллиардов долларов, которые прямо крадутся из ваших карманов. Далее, я говорил, что каждое из этих предприятий, я уверен, что работник, который работает на группе компаний Казахмыс, Касынг, на ферросплавных предприятиях, на нефтегазовых предприятиях, хорошо знает, что есть разные подставные компании, которые принадлежат окружению Нурсултана Назарбаева. И они через различные поставки, продажи крадут еще средства у этих предприятий. То есть вы можете быть уверены, что на этих предприятиях еще крадется как минимум миллиарды и миллиарды долларов. Я занижу, я вам скажу следующее. Минимум 15 миллиардов долларов крадется нефтегазовым, горно-металлургическим и горной отрасли. Минимум 15 миллиардов. Только через заработные платы крадется 12 миллиардов, а через подрядные не меньше. Ну я скромно скажу 15 миллиардов долларов. Запомните эту цифру. Итак, я вам показываю из 30 миллиардов 15 где лежат, а в реальности больше. Теперь вы прекрасно знаете, что есть так называемые национальные компании. Вот представьте, что у нас есть компания Казахстан Темы Ржалы. Монополист. Никто больше не занимается такого рода услугами. Эта компания наносит нашей стране миллиарды долларов убытков. Вы работники на этих предприятиях получаете тоже порядка 60 сот тысяч тенге. Только высшая группа специалистов, которые контролируют основные потоки, этого предприятия получает больше. Так вот, это предприятие каждый год просто крадет минимум миллиард долларов. Минимум. При том всем, каждый год она должна приносить дивиденды. Я вам простые примеры сейчас приведу, чтобы вы понимали, как это выстраивается сумма 30 миллиардов. Я просто вам хочу сказать, что группа компаний, например, Казахмыс, ее рыночная стоимость была не меньше 20 миллиардов долларов. И в бюджет нашей страны ничего не попало. Это просто было украденное предприятие. Группа компаний Евразийская, которые тоже миллиарды долларов в год зарабатывают прибыли, стоят минимум 20 миллиардов долларов. Можно официально зайти и посмотреть их рыночную стоимость, балансовую стоимость, какими они активы владеют. Эти все предприятия, каждый стоит минимум по 20 миллиардов, они тоже просто бесследно исчезли, и нашему бюджету не поступили никакие деньги. Вы знаете, что рынок нефтепродуктов контролирует Тимур Кулебаев. И тоже эта отрасль приносит каждый год, это монополия по всей стране, свыше миллиарда долларов. Где-то приблизительно 12 миллиардов тонн нефти перерабатывается внутри Казахстана, и потом через нефтепродукты продается, и вся эта прибыль концентрируется опять у семьи Нурсултана Назарбаева. И размер, я говорю скромно, свыше миллиарда, это порядка 2 миллиардов долларов, абсолютно не меньше эта сумма. Далее, вы должны знать, что телекоммуникационные компании все контролируются семьей Нурсултана Назарбаева. И вся прибыль от ваших разговоров, передачи данных тоже стекается к ним в карман. Далее, 90% банковского сектора контролируется Нурсултаном Назарбаев. Я много раз говорил, что каждый год в банке сливается минимум 10 миллиардов долларов. Вы помните, как в Казком правительство влило 8 миллиардов долларов, безвозмездно купив так называемые плохие долги, и затем Казком Тимур Кулебаев купил за 2 тенге. В Цесно-банк было влито несколько миллиардов долларов, затем собственником этого банка стал, опять же, Нурсултан Назарбаев, его фонд. И вы можете проанализировать все предыдущие годы, и вы увидите, что через банковский сектор каждый год пропадает бесследно порядка 10 миллиардов долларов США. У Самрук Казана есть такая компания, кроме железной дороги, например, Казмуна и ГАЗ. Многие из вас, наверное, думают, что это суперпросветающая компания. К сожалению, это не так, а хотя должно быть. Как происходит воровство денег? Тимур Кулебаев получил монополию на продаже нефти. Фактически все основные продажи нефти идут через его подставные компании, и основная прибыль концентрируется у него. Это тоже миллиарды долларов. Через подрядные работы, через торговые разные сделки, через переработку нефти, ну и очень известная сделка, когда была куплена румынская группа нефтегазовая со старыми заводами 40-х годов. В нашей стране даже таких заводов нет. У нас заводы 80-х годов, 86-го года. А Траусский был завод вообще 46-го года. Они купили 905-го и 40-го года заводы и вложили суммарно свыше 5 миллиардов долларов США, и румынская группа предприятий даже не стоит и 500 миллионов долларов. То есть, представляете, человек сидит на нефтяной трубе, на газе, он сидит на всех подрядных работах, типа Кастройсервис, который он приобрел за 10 миллионов долларов и на следующий день объявил, что рыночная компания свыше миллиардов долларов. Так вот, нефтегазовый сектор тоже просто уходит отдельно в миллиарды долларов под эгидой, что якобы это государственные компании. Я вот вам привел буквально по-крупному ряд примеров, но у нас же есть еще агросектор, есть агрокомпании разные, в которые вливаются государственные деньги, и они якобы субсидируют зернопроизводство. И опять вы должны знать, что миллионы гектаров земли находятся под контролем зятя Тимура Кулебаева. Вы должны знать, что дорожное строительство тоже контролирует семья Нурсултана Назарбаева, когда миллиардные займы идут в страну, и на эти деньги строятся дороги, опять эти подрядчики все под контрольной семье Назарбаева. Вы должны знать, что все основные объемы строительства, которые происходят в Астане или в Алматы, крупные рынки страны, они опять контролируются окружением Нурсултана Назарбаева, и им лично. Земля, право на эту землю, коммуникации и все прочее, все принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Вы должны знать, что система образования, все основные предприятия, которые работают в этой сфере, контролируют Динара Кулебаева и его дочь. Ну, например, они приобрели предприятие, так называемое КБТУ, Казахстан-Британский университет, и здание правительства, которое находится на старой площади, которое стоит как минимум 350 миллионов долларов, все это было отдано за пару десятков миллионов долларов этой семье. Я могу долго вам рассказывать, какой объем земель, какие активы, какие предприятия, золотодобывающие предприятия, все находится под контролем семьи Назарбаева. Вы просто сложив все это, я просто вам даю ориентиры, вы убедитесь, что сумма, которая крадется ежегодно, она значительно превышает 30 миллиардов долларов. Поэтому, уважаемые друзья, когда я говорю, что каждый год нахождение у власти, Назарбаева и окружение у власти, в нашей стране, обходится свыше 30 миллиардов долларов, это не преувеличение. И в этой связи, мы говорим, почему мы должны годами терпеть и ждать укрепления этой семьи, чтобы она этими средствами могла эксплуатировать всю страну, подавлять, платить полиции значительные средства относительно других, содержать депутатов, годовой бюджет на содержание депутатов 10 миллиардов тенге, зарплата у депутатов не менее 1 миллиона тенге, плюс бесплатная квартира, плюс машины, плюс удешевленное питание, плюс оплата их поездок и так далее, этих бесполезных депутатов. Именно поэтому мы вышли с инициативой. С инициативой следующей, что мы должны добиться смены режима как можно быстрее, чтобы эти ресурсы, те самые 30 миллиардов долларов, как минимум, которые крадутся из бюджета страны, крадутся у наших граждан, чтобы они перераспределились для наших граждан. И как первое действие мы предлагаем следующее действие. Для того, чтобы добиться смены режима, нам достаточно всего лишь 3-5% в каждом населенном пункте. А если по-крупному, полмиллиона человек, которые выйдут на улицы, достаточно для мирной смены режима. Никакая полиция, никакая армия не сможет противостоять такому количеству людей. Более того, это ваши дети, ваши братья, ваши мужья, ваши соотечественники, ваши знакомые, они безусловно перейдут на сторону народа. Мы постоянно получаем сигналы от полицейских, военных. Они говорят, организуйте большой выход людей, и мы перейдем на сторону народа. В наших рядах есть настоящие полицейские, есть бывшие полицейские, в наших рядах есть военные, в наших рядах есть, я откровенно скажу, и бывшие работники спецслужб, как КНБ, и настоящие. Я не называю фамилии, я вам просто говорю. Наше движение очень широкое, оно представляет все слои нашего общества, и поэтому я обращаюсь сейчас к нашим гражданам. Сначала к полицейским, военным. Мы сегодня озвучили, что все те, кто объединившись, добьются смены власти, должны безусловно, что называется, добиться не просто смены режима, они как бы вместе с нами, мы вместе добиваемся смены политического режима, смены курса построения справедливого государства, и, как правило, на острие оказывается не более 3-5%. Я считаю, что эти люди, которые несут бремя, бремя риска, бремя проблем, их сажают в тюрьмы, закрывают на 10-15 суток. Есть такие, которые уже годами сидят в тюрьме, они должны быть вознаграждены, их потери должны быть каким-то образом обществом оценены и компенсированы. И мы говорим следующее, что та часть общества, которая выйдет вперед и добьется перемен, именно смен режима, именно смены, мы должны идентифицировать таких людей. И идентификация очень простая, когда каждый из вас на этих митингах может снять видео именно в массе, каждый из вас может прислать протоколы, которые свидетельствуют о преследовании со стороны полиции, решение судов против вас. Когда мы объединенными усилиями в один из дней добьемся смены режима, я считаю, каждый должен быть вознагражден и компенсированный хоть как-то ваши усилия. Этот размер мы сегодня определили 10 тысяч долларов на человека, который боролся с этим режимом, который помог добиться смены режима. эта сумма на самом деле небольшая. Я даже так сегодня посчитал и сказал, что даже если миллион человек выйдет, это порядка всего лишь 10 миллиардов долларов США. И не забывайте, что каждый день эта преступная группа ворует сотни миллионов долларов и по году свыше 30 миллиардов долларов США. Мне сегодня некоторые писали, что это неправильное решение якобы, что многие идут из других соображений. Это правда, я тоже иду из других соображений, не таких, как я, много, их тысячи. Но если вам эти деньги не нужны, вы можете пожертвовать его на благотворительные цели, детским домам, это ваше право. Но страна должна среагировать и отметить тех, кто сделал свой вклад, вклад в будущее новой страны. Мы не можем морализировать и говорить, как же так в условии, когда каждый год в нашей стране кратутся 30 миллиардов. Если как же так, то тогда надо остановить это воровство. Как остановить? Остановить мы можем только объединенными усилиями. И часть этих средств в любом случае должно вернуться обществу, тем людям, которые добились этих перемен. Уважаемые друзья, вы знаете, что программа политический и экономический реформ ДВК довольно обширная. Это касается и пенсионных реформ, когда каждый пенсионер будет получать гарантированную минимальную пенсию в размере 170 тысяч тенге дополнительно к существующей пенсии через накопительную систему. Программа ДВК предполагает выплаты более существенные учителям, бюджетным работникам, инвалидам. Она обширная. Вы, думаю, должны ознакомиться и убедиться. И поэтому, когда мы сменим режим, изменится жизнь каждого, абсолютно каждого, и все изменится к лучшему во много раз. Поэтому мы должны добиться смены режима как можно быстрее, чтобы те самые 30 миллиардов, которые крадутся немедленно из бюджета страны, они были направлены на развитие нашей страны. Также мы объявляем, что все те, кто сейчас страдает от этого режима, их задерживают на 2-5 суток, 10 суток, их штрафуют, они будут также отмечены правительством демократического выбора Казахстана. Мы определили размер компенсации в размере 1 миллиона тенге, который будет выплачен всем тем, кто прошел через административные аресты и штрафы. Сегодня же я объявил о том, что пострадавшие именно в событиях Жан-Аузень, именно жертвы их семьи получат по 100 тысяч долларов именно за тех, кто погиб в событиях Жан-Аузени. Я хотел бы здесь еще отдельно упомянуть про политических преследуемых по религиозному признаку. Я знаю, что очень много людей осуждены этой системой, режимом Назарбаева. Я знаю, что за религиозное убеждение преследует эта власть и заявляю, что это является недопустимым ни по нашей действующей конституции, ни по международным договорам, которые подписал Казахстан. И мы, правительство демократического выбора Казахстана реабилитируем всех тех, кто пострадал за свои религиозные убеждения. Это узники совести. Люди, пострадавшие за свои убеждения, это узники совести. Они тоже должны быть отмечены за все те страдания, которые они понесли именно в результате действия режима Нусултана Назарбаева наше общество должно им компенсировать хоть каким-то образом. Конечно, ты не вернешь им здоровье, не вернешься годы, но тем не менее общество не должно забыть о таких людях и возможности у нашей страны есть. Хотел бы вам напомнить, даже сейчас, когда происходит тотальное воровство, золотовалютные резервы общие составляют 87 миллиардов долларов США. Был период, когда их размер был более 100 миллиардов долларов. Несколько лет назад национальный фонд пополнялся ежегодно от 7 до 15 миллиардов долларов США. Ежегодно. Сейчас национальный фонд все время уходит вниз. Это связано в первую очередь с тем, что этот режим усилил масштабы воровства. Усилил. И те цифры, которые я озвучил, они просто являются консервативными и скромными. И мы должны прекратить все это, остановить их. Мы создадим региональные комиссии во всех крупных городах, представители от общественности, которые получат доказательства, свидетельствующие о том, что вы участвовали в наших акциях протеста против режима султана Назарбаева. Подтверждение принимается в виде фотографии, видео, различных протоколов, включая даже свидетельские подтверждения ваших знакомых, друзей и кого-то еще. И мы должны компенсировать людям все те потери, которые они понесли, когда происходила борьба с режимом. Я еще раз хочу уточнить. Размер 10 тысяч долларов выплачивается именно такой размер тем, кто участвовал в финальной борьбе именно в тот день произошла смена политического режима Нурсултана Назарбаева. А по миллион тенге выплачивается тем, кто каким-то образом пострадал, попал под аресты, под штрафы и так далее. Мы еще раз это объясним. Я напишу ряд постов. Сегодня в чате активист телеграм я проведу еще разъясняющие эфиры. И еще раз хочу напомнить тем моралистам, которые говорят, что якобы ДВК кого-то покупает. Нет, это не так. ДВК напоминает. ДВК перераспределяет те самые 30 миллиардов долларов, которые ежегодно похищаются. Мы должны остановить и часть этих средств направить гражданам нашей страны, которые добились или добиваются этих политических перемен. Поэтому, уважаемые друзья, это на самом деле новая наша инициатива. Она реальная. Сегодня я видел, меня обвиняли популизме. Хочу объяснить. Популизм это когда говорят то, что вы хотите услышать, но нереализуемое. То есть, так называемое популистское предложение. А то, что мы предлагаем, это абсолютная реальность. Есть золотовалютные резервы в размере 87 миллиардов долларов США. Есть подтверждение, что каждый год у нашей страны похищается свыше 30 миллиардов долларов США. Это любой экономист может после моих выступлений высчитать. Поэтому это не популизм, это реальность. Это призыв действует решительно. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас обедниться, обедниться, добиться перемен. Это относится и к полиции. Полиция военная, переходить на сторону народа, вы безусловно попадете в эту программу, вы получите компенсацию в размере не менее 10 тысяч долларов за то, что вы способствовали смене режима Нусултана Назарбаева. Также не забывайте, что есть программы, социальные программы для полицейских и военных. Не забывайте, что наши полицейские в новой демократической стране будут получать стартовую зарплату тысячи долларов в зависимости от ранга, от должности эта заработная плата будет распределяться до 5 тысяч долларов в месяц. Поэтому все, что будет предлагать вам этот режим, это все не соответствует даже близко тому, что вы будете получать в демократической стране. Ни один экономист в стране не найдется, кроме популистов, которые будут навешивать на меня разные ярлыки, обзывать популистам и все прочее, ни один, который смог бы аргументированно разложить цифры и сказать, что мои слова популизм не соответствует экономике, ни один человек не найдется, потому что я ответственно заявляю, все расчеты мной продуманы и сделаны. Поэтому уважаемые друзья, знаете, мы живем в богатой стране, очень богатой стране, но при этом основная часть населения у нас бедная, и нищая, и мы должны прекратить это и построить великую страну, великую и свободную. Алга, Казахстан!